Стоит отметить, что Лёша по факту является белым поясом бразильского джиу-джитсу. Он больше выступает по грэплингу. Миша – коричневый пояс по БЖЖ. Участник многочисленных международных соревнований. В бразильском джиу-джитсу после 30 заканчивается категория взрослых, начинается категория мастера, и они идут каждые 5 лет. Но всегда у любого мастера есть возможность записаться в категорию взрослых, если у него есть на это силы, желания и возможности. Собственно, мы сейчас видим Мишу с эдалтами. И это очень-очень круто. Ну, насправді у Михайла есть чудовая возможность довести, что ростовый человек продолжается, и 38 – это далеко не межа, и есть возможность конкуровать гидно с набагато молодшими абонентами. Я вообще считаю, что у каждого свой предел, и возможностей, и возрастной предел. То есть никогда нельзя сравнивать себя с кем-то другим, потому что только ты сам за себя отвечаешь, за свои возможности. Миша работает над проходом ног, над проходом открытого гарда Леши. Задача же Леши – не пропустить Мишу через свои ноги, то есть не дать ему занять более выгодную позицию. Именно поэтому он активно работает и ногами, и бедрами. Была попытка болевого на стопу, но не закончилась удачно. Миша работает спокойно, он выжидает момент для взрыва, для того, чтобы обойти ноги. Как правило, это происходит блоком, верхний блокирует двумя руками стопы, либо голени, опрокидывает их в одну из сторон и сам двигается в другую. Именно так обходятся ноги. Один из вариантов. Прихопил ножку Михаила Артемовича. Очень похоже на стимулок, когда стопу упирают в живот и блокируют руками. Половина времени. Насколько сейчас контрдии Диняка небезпечные для Артемовича? Да, особенно сейчас блок стопы и блок колена. Полностью блок бедра всей ноги. Но Миша активно защищается, ему удается забрать ногу, то есть поставить блок. Тут, мне кажется, и масса немного помогает физически, но работает. Миша очень много времени, помимо борьбы, и борьбы уделяет физподготовке. У Леши хорошая подвижность бедер и хороший открытый гард. Миша блокирует ноги. Вполне вероятно, что мы сейчас увидим проход. Мы видим, что Леша делает попытку выхода на Кимуру. Болевой на плечо. Но Мишин бицепс играет. Ну, снова таки, снова таки, физическая сила тут вырешивает. Это естественно, потому что, когда в бралийском джи-джи-су продвигаешься по поясам вверх, то есть, скажем, черный пояс, наивысшая степень выступательная в профессиональном джиу, то всегда у кого-то из атлетов более любимые позиции снизу, либо сверху. Но, как правило, каждый умеет вести свою игру с этих двух разных позиций. Субтитры создавал DimaTorzok Уже больше 7 минут. Ребята активно атакуют ноги друг друга, но пока что... Ага, Леша пробует сделать рыбий хвост. Это когда стопу заворачивают вовнутрь с блоком, но опять без результата. То есть, это была всего лишь попытка. Как думаешь, сейчас кто-то из спортсменов уже рассчитывает на то, чтобы все-таки добывать победу по пенальти, так бы мовите? Чи все-таки будут зараз ризиковать и эти остальные секунды використовывать по максимуму? А час безжаль не всплывает? Да, осталось 5 секунд. Ребята, они особо спешат. Видимо, они уже настроены на дополнительное время. Позиционная борьба. Рефери бросает монетку. И тот, кто выигрывает, выбирает позицию, из которой будет начинаться борьба. Итак, выбрана позиция бэк-контроля. Ремень безопасности. И сейчас будет попробовать задушливо, так? Да, нужно максимально быстро задушить. Чим швидше ты выполняешь прием, тем лучше, потому что потом этот час будет сравниваться. Да, с соперником. Теревняется Михаила, но не так уже и долго. Щелепу сильно вычет, перетис ему диняк. На самом деле, когда дело касается удушающих, то соперники не всегда обращают внимание, корректно или некорректно. Она не дышит. То есть это может быть челюсть, а может быть шок, либо кадык. Как повезет. Вислизает. Вислизает Диняк и победит. Ось так вот. Потому что... ...дуже непросто складалась для него сутичка. в позиционной борьбе после завершения основного часа. Диняк сумел выгодить свой шанс и, соответственно, выслезнул. Да, это было интересно. Десь не доприхопил Михайло, мне кажется, так. Понял, что нужно выполнять прием быстро, после того, как его задумал. Поспешил, поспешил, поэтому вышла ситуация из-под контроля. Такое бывает.